Блин, ты посмотри какая лысуха красивая, смотри как близко Всем привет, с вами Маша и Юля И сегодня мы по нашей летней традиции на лодочке И Маша даже ничего не хочет говорить Она просто сидит и балдеет Ну и сегодня у нас обзор на жидкости с Дузи Свит Тритс И судя по названию, там что-то ужасно сладкое Но мы очень надеемся, что там будет также что-нибудь холодненькое Потому что жарит нас просто нереально А также не забывайте досматривать видео до конца Ведь в конце мы разыграем несколько таких линеек И Маше пора начинать работать Такой балдеж Смотри, какие водоросли Ах, клят Вкусненько Что-то такое терпкое, ягодное И не знаю, вот какие ягоды Мармеладки Похожи и на конфетки, на мармеладки А по поводу ягоды это либо черная смородина Либо какая-то черноплодная рябина Кстати, тоже на нее похожа Вот этой терпкостью Не знаю, мне кажется, здесь чуть-чуть землянички Вкусный ягодный микс Причем не супер сладкий Мы боялись, что жидкость будет сладкой, но нет Думаю, еще остальные не попробовали Но первый вкус мне, по крайней мере, нравится Я бы его парила Гамми Бэрс Это, ну, собственно, мармеладные мишки Но это просто вкусно И это похоже на ягодный мармелад Пахнет, как детский шампунь кря-кря О боже, я прям отсюда чувствую Вообще, вот один в один шампунь кря-кря Это очень вкусно Это так вкусно, что просто можно сойти с ума И мы еще даже не попробовали Это мой любимый шампунь Да, это реклама шампуня кря-кря Но он действительно хорош Ах ты! Прекрасный шампунь кря-кря Они нам точно заплатили? Нет Но пахнет очень похоже и очень вкусно Он чуть-чуть суховат, но в целом прям вот один в один Очень вкусная жвачка С апельсином, апельсин, тутти, фрути Вот такой вот Я не знала, что в кря-кря, но говорят, что там апельсиновая цедра В запахе чувствуется Я прям представляю Машу в пятерочке У полки с шампунями Я чувствую апельсиновую цедру Вы не находите нотки Просто как к незнакомым людям Вы не чувствуете здесь нотки апельсиновой цедры Это бубли Бубли? Это бубли Бубли, это бубли Я думаю, что бубли на вкус именно такие, какими и мы их описали Очень вкусные, очень тутифрутивые И очень с тоненькой ноточкой апельсиновой цедры Какой-то травяной сбор Это очень вкусно Это похоже на бруснику с брусничным листом Что-то есть цитрусовое, но такое очень горькое цитрусовое Но при этом оно довольно мягкое Потому что есть что-то еще сладенькое То есть что-то горькое с чем-то сладенькое Это очень непонятно Надо попробовать на руку На руку понятно, что это Ну а что это такое? Мой самый любимый Фрукт Гриб-фрукт Лайм Да нет, тут лайм уходящий Но он настолько вот с горчинкой такой прикольный Что уходит в бруснику То есть я бы даже сказала, что это лаймовая цедра Потому что нету вот этого вот Такого вот пекильного привкуса Именно вот мякоти лайма Такого здесь нет Самой по себе кислинки тут вообще просто нет Да, есть только небольшая горчинка Так что намекает на цедру И какое-то вот что-то сладкое Конфеты Ну конфеты Это же конфетная линейка Скорее всего это какой-то лаймово-брусничный мармелад Что-то такое Лайм, джели, бинз Лаймовая жилинная бомба Да Ну в принципе Юля была ближе Но брусника там точно присутствует Мы же сегодня без наказания Наказание в лодке как бы Маша уже свое получила Уии Маша смотри какие водоросли классные Фу, Юля, давай пробовать следующий вкус Как вам неинтересно все это? Мне интересно, но у нас Это закапанно Время на лодочке ограничено Мы и так уже 50 минут плывем Серьезно? Да, Юля, мы 50 минут плывем И рассматриваем водоросли Либо уточек Ой, фу Это что-то, что у меня протекло Это что-то очень сладкое Сладкое и яблочное Адски сладкое Самая сладкая конфетка в этой линейке Но с яблоком Спасибо, солнышко С яблочным я соглашусь Просто яблочная конфета Вкус довольно заезженный, кстати Мы даже в последних обзорах Что-то вот пробовали Какие-то яблочные сласти Ну это просто яблочные сласти Они не суперинтересные Даже не скажешь там натуральные, химозные Бла-бла-бла Ну просто яблочные сласти Ну вот это зеленое яблоко Аромка такая Классическая Ну не тэпа, конечно Не тэпа Потому что Капелла? Возможно, капелла Но зеленое классическое яблоко И очень-очень-очень много свиттера Да Я даже когда предпринимала попытки посамозамесить Я вот такой вкус сама замешала Яблочные жевки Ну скорее всего какие-то кусочки, которые жуют Я не знаю Переживали и выплюнули себе в рот Просто Цедра Лимон лимонный Ты права Лимон, который Маша очень любит Вот мы когда пробовали выпечку Ну одну из Там был вкус лимонный тар И вот Маше очень понравился лимон И здесь точно такой же лимон Только еще и без выпечки Что делает его еще круче Это не классический вот этот светло-желтый лимон А по-моему они называются азербайджанский лимон У которых такая очень тоненькая цедра И она такого практически оранжевого цвета То есть это как сочный лимон Как что-то на грани лимона Переходящего в апельсин И это действительно цедра И это очень сладко И при этом это Да, это действительно мне очень нравится Очень круто Даже я как бы небольшой любитель цитрусов Но в этой линейке мне оба цитрусового вкуса очень понравились И очень похоже на вот эти вот леденцы У которых есть жидкий центр с апельсином Такие маленькие и круглые На бон пари Маленькие и круглые Бон пари Очень похоже на бон пари Именно апельсиновый вкус Юля не пробовала, потому что у нее аллергия Но знай, Юля, они именно такие Что мне нравится в парении То, что на жидкости у меня аллергии нет почти Ну что, Маш, давай составим топ И я опять же, как и в прошлом обзоре Я сразу же скажу, что я не могу Потому что мне все понравилось абсолютно Как бы сильно Но, наверное, вкус с шампунем Кря-Кря И что меня больше всего поразило Это лимонные бобы Мне понравились больше всех То есть эти вкусы, они просто невероятны Ну а в целом вся линейка мне показалась Очень хорошей, очень на уровне Да, что касается сладостей Я думала, это будет прям такая сладость-сладость Которую хочется запивать водой Но нет, конфеты здесь Очень уравновешены фруктами И что касается моего топа Ну, на первом месте Лимон, естественно Он очень вкусный, очень приятный Все остальные вкусы просто на равных Они необычные, они прикольные А на последнем месте вот это вот яблоко Потому что оно чуть-чуть банальное Но оно тоже вкусное Кстати, да, я про яблоко забыла Яблоко, да Оно хорошее Но такие вкусы мы уже пробовали Такие вкусы можно купить где-то в каких-то линейках Даже чуть-чуть подешевле Даже не чуть-чуть подешевле А может быть в два раза дешевле Итак, цена данной жидкости 1149 рублей За крепость 3 миллиграмма И в объеме 100? 100 миллилитров Да, 100 миллилитров Мы же их только что пробовали Вон, даже на этикетке написано 3 миллиграмма 100 миллилитров Соотношение компонентов 70 на 30 Что думаешь по поводу цены? Ну, мне кажется, цена довольно-таки оправданная То есть это хорошая Америка Не Америка, которую ты такой покупаешь Типа, о, Америка На самом деле, как бы, и русский производитель Делает в разы круче А это прям хорошая Америка Которая несколько отличается от России Ну, не знаю Я пробовала пару американских линеек, которые были чуть-чуть повыше Чуть-чуть поудивительнее Но все-таки за пару вкусов я бы эту сумму отдала Ну вот За пару вкусов нет Потому что можно найти те же аналоги российского производителя Они уступать не будут Маша, расскажи еще, пожалуйста, про условия розыгрыша Во-первых, одну линейку мы разыграем в нашей группе ВКонтакте Для этого нужно вступить в группу ВКонтакте и сделать репост Еще одну линейку мы разыграем на нашем Ютуб-канале Для этого нужно поставить лайк под этим видео И оставить какой-нибудь комментарий И еще одну линейку мы разыграем на нашем Инстаграм-аккаунте Так что подписывайтесь, лайкайте наши фотки И оставляйте какой-нибудь комментарий, отметим двух друзей На этом все Все подробности, условия розыгрыша будут в описании Ознакомливайтесь и побеждайте Ну, а мы погребли Баш, я нашла водоросль Ах, смотрите, дай им оператора кинем Давай Камеру не убей, пожалуйста Да ладно, потом Ладно, давайте Ой, она меня потрогала